Согласно указу губернатора, если покупатель не в маске, то обслужить его не могут. Я сегодня проведу эксперимент, как видите, я без маски. Посмотрю, обслужат меня или все-таки нет. А если забыла? Нельзя? А вас штрафуют за это, если не обслуживать? Очень серьезно. С порога от ворот по ворот. А вот один из покупателей все-таки остается незамеченным. Без маски смело берет корзину и идет дальше. Почему без маски? Я про маску забыл, к сожалению, убежал из дома. То есть вас спокойно пустили сейчас? Ну, нет. Я просто вспомнил, что маску надо идти, и я пошел домой. К слову, в этом магазине масочный режим действительно блюдут. Защита есть у всех. Правда, у кого какая, у кого-то нос не прикрыт, у кого-то маски сшиты непонятно из чего и плотно не прилегают. Кстати, объявления об обязательном масочном режиме с выходных красуются практически на каждом магазине города. Перед тем, как совершить покупку, нужно обязательно надеть маску. Но либо объявления не читают, либо правила просто игнорируют. Такая беспечность кого-то возмущает, для кого-то это принцип. Как вы прошли? Пропускают свободно, без масок? Только же не обслуживают без масок? Не знаю, в чем смысл масок. Дышать нечем, жарко. Мы же, когда закрываем нос и рот, мы вдыхаем обратно свой же углекислый газ. То есть это действует на легкие. Берегут легкие таким образом и на остановках общественного транспорта. В масках единицы. На остановках нужно обязательно быть в маске. Почему ее сняли? Некомфортно? Да. Сейчас оденем. Та же картина и в транспорте. Защищающих себя и окружающих по пальцам пересчитать. Почему без маски? Потому что нету надобности. Почему? Потому что не просят, заставляют. Подблюдают. Через раз? Ну, через раз. Тем, кто надевает маску через раз, грозят внушительные штрафы от 1 до 300 тысяч рублей. В зависимости от категории граждан. За соблюдением режима следят полиция и госавтоинспекция. Последние сегодня провели первый рейд. Большинство нарушителей пока отделались с предупреждением. Но есть и те, кому за отсутствие маски выписали протоколы. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Продолжение следует...